Девочка-пай 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 Товарищ полковник, в сквере напротив президента отеля обнаружено тело исчезнувшего три дня назад постояльца Нуриева. Да-да, товарищ полковник, Александра Нуриева, гражданин Австрии. Знаменский, Петр Иванович, поеду в аэропорт встречать полковника из Интерпола. Нет, не француз, наш, к ним откомендированный. Ну да, Тонин, Тонин. Ганза, прибывший рейсом 3, 2 и 6 из Виссельдорфа. Встречающих просьба пройти в левое крыло. Attention, please, the flight number 3-2-3-6 from Виссельдорф by Lothansa just landed. Please follow to the left side. Продолжение следует... Паша... Ну, как ты? Да ничего. А ты? Ула. Совсем парижанин? Да нет. Интерпол базируется в Лионе, так что мы провинциалы. А что ты еще не генерал? А я непослушный полковник. А непослушных генерала не очень производит. Зато историю чаще делают полковники, как мы с тобой. Хотя чего-то в тебе не достает. А что, нормально? Пять лет не виделись, окажется вечности. Внимание, отключающиеся. В каком вагоне, наш господин Янов? Здравствуйте. Вена, Москва, Бабайкин и Тихо. Повторяю. Скорый пульс, пловершей, Смена, Москва, Бабайкин и Тихо. Вмирация вагонов в главном составе. Максим Алексеевич, рад видеть вас, наконец, в Москве. А то, извин, и вас не вытащишь. Мой секретарь. Здравствуйте. Номер забронирован в президент отеля, установлен в факсы, компьютер с выходом в интернет. Прошу. Максим Алексеевич. Да. У меня личная просьба. Нельзя сказать, что большая, так, с среднего размера. Готов, готов. Один простой таксист, не без моих советов, стал хозяином транспортной фирмы. Хороший мужик. У него сейчас проблемы с одной страховой компанией. В арбитраж они идти не могут, сами понимаете. Нужен третейский суд. У вас есть опыт такого рода. Я их представлю. Готов. Благодарю. Машина в вашем распоряжении. В вашем распоряжении. Павел Павлович, я нашел минуту с вами познакомиться. Да, Саша, сходи. Да. Очень достойный кабинет. В штаб-квартире Интерпола моего шефа примерно такой же. О, и компьютер приличный. А это что такое, Паша? А это, чтобы смотреть допросы, не бегая ногами. Класс. И в каком качестве ты просиживаешь тут кресло? Создана, Саша, такая смешанная оперативно-следственная группа. Из угрозыска людей, из следственного комитета, из ПСБ и прокуратуры. Такой вот эксперимент. Ты возглавляешь? Естественно. Полковник полковника, должность-то генеральская. И в группе нет конфликтов? Пресекаю. Ты стал жестче. Мне дали понять, что тебя интересует убийство Нуреева. Московское бюро Интерпола запрашивало фотографии с места обнаружения. На что он тебе? Ну, Риев мне, Паша, и даром не нужен. Ни живой, ни мертвый. Но он ведет к человеку, за которым охотится Интерпол. Секунду. Компьютеризация. Некто Ландышев. Вот он. И на него имеет вида Интерпол? Еще как имеет. Он, между прочим, не Ландышев. Крысин. Среди уголовных дружков носил кличку Крыса ученая. Такой умный или образованный? Он, понимаешь, был доцентом, Паш. Вот, по марксизму. Очень процветал. И когда эта наука пошла кошке под хвост, жутко обозлился. И в это время вышел из лагеря его одногодок. Дворог бог по кличке Мокрый. Он опекал Крысина, Ландышева, еще с пеленок. Тот ему даже слал посылки в зону через третий лиц. И воскресло старой дружбы. Ну да. Эта парочка тут потренировалась и прибыла в Европу. В поле зрения Интерпола оба попали после нескольких налетов. Однотипные грабежи ювелиров. И куда сбывали? Вот. Они брали Паше только наличное. Ну, видимо, ювелирам предлагался супер-бриллиант из России. И те, кто клевал, готовили деньги. А вместо бриллианта получали пулю в затылок. Но вдруг... Извини. Знаменский. Ну, наконец-то. Оружие нашли? Сколько? Мало. Надо еще искать. Когда? Минутку. Ты сегодня у меня. Ну? Нет, сегодня задерживаться не буду. Так что поторопитесь. Но вдруг... Но вдруг доцент Крысин прервал свою деятельность и лег на дно. То ли почуял внимание полиции, то ли по родине соскучился. И спил уже здесь, в России. Ну, естественно, с новыми документами. Теперь он бывший счетовод Ландышев. Раскручивает краденые деньги. Что ж ты, третейский судья? А зачем нам судья? Нам судья ни к чему. Твой случай не страховой. Как говорят немцы, дан кишон. Да перестань, Ландыш. Даже братки тебе скажут, что это не по понятиям. Да какие тут сейчас понятия? Сколько поднял, столько и неси. А после обвала и подавно. Если кто-то тонет, рви в сторону, чтоб не хватался. Ну что, скажешь, я не прав? Да, разумеется, не прав. Без договоренности жить нельзя. А то сгинем и всех завалят дерьмом. Ну, что ты встал? Что? 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 Дан кишон, как говорят немцы. Приди ежедобычи, наш Ландышев, тогда еще крысин, обидел мокрого. Тот его года два искал по Европе и нащупал здесь. Позвонил уже из Австрии, что посылает своего человека объясниться. На старопиратском языке послал с чернометкой. Это и был Нуреев. Ну да. И через пять дней наше бюро в Москве обнаружило в вашей сводке, что... Наше бюро в вашей Москве. Ихнее бюро, ихнее в нашей Москве, Паш. Ландышев и Крысин наверняка одно лицо. Наверняка. Тогда почему ихнее бюро не забрать его, а заодно и мокрого? Ты понимаешь, все, что я рассказываю, сущая правда, но вот с доказательствами слабовато. Было еще два участника грабежей, немецкого происхождения, но их сотоварищи убрали. Прямых свидетелей нет, а агентурное донесение в дело не вставишь. Что-то твой Интерпол слабо выглядит. Вот, ихний, ихний, Паш. Вот понимаешь, довольно глазастый, уши длинные, а вот руки часто коротковатые. Поэтому меня и командировали. Я считаю, очень удачный. На пару мы как-нибудь расколем бывшего марксиста. Добрый день. Господин Ландышев. Господин Авдеев. Максим Алексеевич. Любезно согласился вам помочь, господа. Гостиная в вашем распоряжении. Прошу, прошу, садитесь. Что будете пить? Ничего, все после, после. Господин Авдеев, транспортная фирма и господин Ландышев, страховая компания. Значит, есть требование уплатить деньги и, к сожалению, есть отказ. Начнем с господина Авдеева. Правду, правду и чистую правду. Моя фирма осуществляла перевозку груза, застрахованного в компании господина Ландышева. Правда. В результате несчастного случая груз настолько пострадал, что практически погиб. Вот страховой договор. Порча груза входит в перечень страховых обязательств. Первый лист внизу. Стоп, стоп. Ты давай точнее. Несчастного случая, а собственной глупости. Это для начала. Господин Ландышев, у вас еще будет время. А какой груз и какой несчастный случай? Два трейлера везли из-за рубежа компьютера и видеотехнику. Почти на три миллиона долларов. Министральная трасса оказалась внезапно перекрыта. Бастующие рабочие вышли на дорогу, заняли мост. И в результате моим водителям пришлось искать какие-то обходные пути. А что, переездать нельзя было? Нельзя. Говорили, что это минимум надо делать до приезда депутатов. У нас очень строгие договорные обязательства по отношению к грузополучателям и высокие штрафные санкции. Обстоятельства порчи груза. Местные трассы также проходят через реку. Там достаточно хлипкий мост. В результате он рухнул под моими машинами. В итоге вся техника оказалась в воде. Я бы хотел обратить внимание господина Янова Максима Алексеевича на то, что я не давал согласия на изменение маршрута. А я не вижу здесь в договоре пункта о маршруте. Ну, вы же европейский человек. А тут типичная российская дурь. Трассу закрыли, валяй в объезд. Валяй! И весь груз в воде. Я тоже жил кое-где, видел дороги в той же Австрии. Ну, и там дороги. А здесь Россия. И мало ли чего нет в договоре. В договоре на авиаперевозке никто никогда не пишет, что самолет должен лететь по воздуху. Или пароход должен плыть по воде. Это само собой разумеется. Транспорт выбирает путь адекватным себе. Как говорят немцы, едем до заня. Каждому свое. Есть правило, что каждый договор понимается буквально. Иначе какой смысл его составлять? Твои же люди сопровождали груз. Кстати, они дали разрешение на объезд. Они всего-навсего охранники и не выражают мнение компании. Самовольно изменив маршрут, грузоперевозчик принял на себя риск форс-мажорных обстоятельств. Интересно получается. А мои люди всего-навсего шоферы. Ну, стало быть, решение приняли твои охранники и мои шоферы. Ну, что значит, шоферы и охранники виноваты. Мы тогда здесь зачем сидим? Ну, ладно, не будем. Не будем волноваться. Посмотрим перечень форс-мажора. Кстати, здесь только одни общие фразы. Максим Алексеевич, позвольте кое-что уточнить. По сравнению с другими фирмами, расценки у господина Ландышева значительно выше. Такой для нас смысл под него переходить, если бы не подразумевались большие гарантии. Ну, ладно, ладно. Ты же знаешь, за что. Подождите, а что, охранники не вынесены в договор, что есть дополнительное соглашение? Да, есть дополнительное соглашение. Ну, оно конфиденциальное. Полагаю, что не для меня. К данному случаю охрана отношения не имеет. Да, не будем волноваться. У нас разговор предварительный. Неделю я еще здесь поплю. Ты где шляешься? Да тут я, тут. Нужно узнать, где находится Любовь Хоматова и ее сын. Ну, здесь все данные. Когда прийти за ответом? Недели через две. Нет. Максимум три дня. Ну, случай удачи, это аванс. Что вы ей-богу. Хорошо, позвоните мне после завтра часов в одиннадцать я постараюсь. Хорошо, до свидания. Куда воду ставить? А, поставь, Сашенька, на кухню. Слушаюсь. Давай, Паша, хозяйничай. Вилочки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, ты где? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, ну а как вы там поживаете? Нормально, нормально Хорошо Пока был советником в Израиле, вообще было просто, как пел Бесоцкий Ведь там начать бывший наш народ Ну во Франции тоже неплохо Я думаю Саша, а как вы нашли маму? Ну, для своего возраста отлично Ну вот это хорошо, это хорошо А Аня уже прижилась во Франции? Да, да, усовершенствует французскую кухню Да? Вот за что Интерпола благодарен, это за нее Мне ведь Пашка знает, когда перед назначением не рекомендовано было жениться Но я взял под козырек и мы с Анькой задокументировали наши отношения А как сынок-то, а? Растет? Растет, растет, да Я вам фотографии покажу, я же привезу Это замечательно Давай, давай Хорошо Ой, господи, у всех-то ребятишки А мой ходит бабылем Да я уже и не жму Почему это, мать, ты не ждешь? А я, может, намерен Седина в бороду без фребро Ну ладно Вы пейте за седину в бороду А я пойду запускать пельмени Пельмени, чудо Паша, я за ночую Конечно За ночую Положим тебя на Ленькиной койке Я рассчитывал его увидеть? В отпуске, успестал в Карелию Говорят, это единственное, что осталось от Советского Союза Ветер перемен Много чего натворил Я лично адаптируюсь к переменам, Павел Павлович, с помощью юмора А вы? Не забывай, мать, психиатр высокого класса За счет постоянного врачебного наблюдения Я сохраняю вменяемость Психиатры важны, психиатры нужны Особенно для нашего брата С таким контингентом имеешь дело под чашу Трудно сохранять трезвость подходом Давай за трезвость За трезвость пополней И почаще Оу, Паша Да Пора в укрытие Уф, уф, уф Оу, тут много дел или одно такое? Одно, и конца ему нет Банковские махинации, эффективные фирмы, на которые списывали миллиарды и миллиарды Сегодня телефон с утра изводят Надо убираться У моего следователя сидит оперативник Который занимается убийством Нуреева Да Пошли к ним Ой, убегаю Не могу Позже Я туда эксперта вызову Зиночка сосватывала Говорит, будет тебе еще одна ки Она Китаева Соедините меня с Китаевой Капитан Китая услышивает Да, Фахвалыч Да В морге я уже была Что с голосом? Да нет, Фахвалыч Простите, я жую У меня обведенный перерыв Хорошо Буду Минут через тридцать Труп обнаружил 14 числа сего месяца В девять часов утра Время смерти трое суток на обнаружении Поза трупа неестественная, скрюченная По всей видимости, все эти дни прилежала в багажнике Я набрасал схему Место обнаружения Сквер Перед гостиницей Кусты, газоны Ограда Труп, по всей видимости, подвезли на машине В темное время суток И на рассвете Какие-нибудь следы борьбы? Нет, Мариш Не тронуты ни деньги, ни документы Поэтому легко установили гостиницу Нуриев заселился в седьмого Восьмого и девятого Заказывал такси Но отменял заказ Видно, намечалась какая-то встреча И отменялась Допрос не приготовили, силу замочить Девятого в шестнадцатом и ноль Нуриев снова Заказывал машину Вышел и исчез Софера нашли? Конечно Водитель показывает следующее Пассажир бросил плащ на заднее сидение Хотел сесть рядом с водителем Тут его окликнули Он сделал шаг в сторону Его заслонила чья-то спина И все Водитель подождал где-то около получаса И сдал плащ швейцару В кармане обнаружили Записку Да Адрес написан рукой Нуриева? Да, Китаева экспертизу делала С этой запиской небольшая заморочка Адрес-то простейший Чего записывать? Да, записал Подожди, Нуриш, подожди Я тут Поскрепил мозгами Додумался Нуриев Заграничный русский И знал мне в диковину Что встала Тверская Причистенка Ему в новинку Верно, верно, верно Нуриева окликнули Как? По имени отчеству Я думал об этом Андрей сейчас ищет старых знакомых Мы откатали по конику пальчики И запросили о судимости До отъезда за бугор Нуриев тянул срок Знаю, знаю Два года захоронения оружия Здравствуйте, господа офицеры Татьяна Александровна Китаева Александр Николаевич Томин Легендарный Томин Со слов Зинаида Яновны Я, можно сказать, ее ученица Очень приятно Простите, у меня еще вопрос Юрий Денисович Прошу вас Как вел себя Нуреев в гостиницу? Говорят, целыми днями сидел в баре Но с телефоном А что характерно, 11-го числа Он телефон оставил в номере Значит, очевидно, ждал телефонного звонка А после 11-го уже не ждал Пошел на условную встречу А чем порадует нас Татьяна Александровна? Можно просто Татьяна На теле имеются два пылевых ранения В область сердца и в затылок Оба почти в упор, оба смертельные Выстрел в голову, контрольный Киллерский, так по привычке Убийство явно заказное И раскрытию не подлежит? Скорее всего так Правда, есть новая деталь Помните, я говорила про непонятную Ранку на ягодице? Ну? Так вот, сегодня дали результат химического анализа В тканях тела в глубине ранки Найдены следы усыпляющего вещества Причем, заметьте, мгновенного действия Так стреляют ампулы в зверя Вот так в натуре его и увели Под ручки в сторону, дескать, Вася, друг Где ж ты так надрался? А он уже и не Мурмул Я согласен, что убийство заказное Но оно к тому же и демонстративное Тело подбросили к гостинице на виду Словно с угрозой Не лезь к нам Абсолютно верный вывод Но почему тело три дня выдерживали? Уже признаки разложения? Ну, вероятно, на языке мафии Это может значить Заберите свою падаль Подумайте об усыпляющих ампулах Не бросайте этого Хорошо, полковник Как тебе, Китаева? Действительно способный эксперт? Даже талантливый, но с ленцой Паш, ей бы в конкурсах красоты участвовать Да ладно тебе Слушай, я похлопотал тут за тебя в неких сферах Управление по экономическим преступлениям Имеет в компании Ландышева агента Решено его пока уступить тебе Вернее, ее Давай Держи Простите, здесь не пробегала беленькая собачка? Нет, только рыжая Шкаф продан Осталась тумбочка Здравствуйте, Римма Анатольевна Здравствуйте Вас как величать? Как моего предшественника, Иван Иванович Здравствуйте, Иван Иванович Мне показали вашу фотографию На редкость неудачная В жизни вы гораздо Красивее и моложе Для наших с вами отношений Внешность роли не играет Не скажите, не скажите Гораздо приятнее мне делать Хорошенькая женщина Спасибо И мне, пожалуйста Кофе и минеральные Мне говорили Вы прекрасно справляетесь с заданием Это не сложно Очень много финансовых нарушений Я переключу ваше внимание на другое На контакты Ландышева с людьми из-за рубежа Скажите, в последние недели полторы Не было никаких намеков, признаков? Нет Нет Вы бы знали Да, я думаю, что да Секретарша Босса моя хорошая приятельница К тому же она страшная болтушка Класс Спасибо О, настоящий кофе Да Кофе, по-моему, хороший Рима Анатольевна Последнее время В поведении Ландышева Ничего не изменилось? Вообще, вы правы Он изменился Дерганный какой-то Мнительный Не знаю С ума сходит Или, может, причина есть? Появились люди Которые имеют на вашем хозяина зуб Надо их срочно обнаружить Иван Иванович Если вы хотите его защищать То тут я вам не помощник Личные счеты? Я не хочу об этом Что-нибудь интимное? Нет Просто есть вещи, которые я ему не прощу Никогда Ну ладно, об этом в другой раз А, теперь и наши связи Рима Анатольевна Да Прямой звонок мне нежелательный Сейчас не поймешь Кто кого слушает Ну, для экстренной связи Вот, запомните мой мобильный А вот по этому телефону Можете звонить даже с рабочего места На том конце трубки никто не снимет Не надо ничего говорить Просто слушайте гудки И все Понятно? В общем, не сложно Два по три гудка Встречаемся через час Два по четыре В семь вечера А два по два Это сигнал беды Вы прерывает со мной связь Я тогда Вы за меня волнуетесь Очень Так Что? 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 Мы захоронение не нарушаем. Может, где и делают, а у нас нет. Конечно, если давнишние, ни таблички, ничего, значит, сами забросили, а мы виноваты. Если забросили, и срок прошел, то имеем право. Имеем право. Здесь лежала моя мать. Это, ну, это да. Это было захоронение. Женщина ходила, цветы сажала. Я вам сейчас все объясню. Вот парень этот из нынешних. Ну, и, как водится, его застрелили. Богатство осталось несметное. И жена молодая переживает, прямо на ногах не стоит. И приходит к нам с компасом. А с ней такой чудной, вроде колдуна. Но их много теперь. Значит, она с компасом, он с книгой. И вот ходят, проверяют. Кто, когда родился, когда умер, все это вычисляют. И по книге смотрят гороскоп. Понимаете, какое дело? Чтобы по гороскопу похоронить, тогда вроде на том свете повезет. Чудно, конечно. И вот на этом самом месте этот гороскоп и оказался. Два козерога, посередине рак, и у кого-то год крысы. Из-за этого бреда срыли могилу. Ну, а тут уж куда деваться тут. Она тут долларами все засыпала. Ну, тут уж чего. Мужики-то наши, которые с лопатами, то стеной встали все за. И директор не спорил. Только говорит, купите другое место. Это значит, для вашей мамаши. А жена эта, доллары, доллары, доллары. Ничего не жалела. Маму перенесли. Ну, а как же. А пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Да вы не волнуйтесь. Все косточки до едины собрали. Все досточки в новый гроб сложили, ничем не обидели. И памятник перевезли. Вот, глядите, как положили. А здесь ей лучше будет. И солнечко, и простору больше. И без козерогов. Ну, че? Вон могилка-то. А? Вы бы стебельки-то надломели, а то вмиг упрут. Ставьте нас, пожалуйста. Не нравится мне этот третейский судья. Я хотел с ним контакт наладить. Спрахинзе дочь и все такое. Теперь, думаю, как бы они с Авдеевым не снюхались, как их контролировать. А давайте Катерину к нему подошли. Тот и все. А заодно пятое и десятое. Ну, долго лежачка-то поставить. Тише, тише, кот на крыше. Светик, Катерину ко мне. Хорошо, Александр Юрьевич. Катерина, к боссу. Я обедаю. Прекращай свои штучки. Катька, тебе боевое задание. Надо окучить одного иностранного хмыря. Да, пожалуйста. Только я иностранных языков не знаю. А он из русских. Ты русский знаешь? Угу. Думаешь, клюнет? Клюнет. Только макияжа поменьше. Макияжа поменьше, здесь побольше. В общем, давай по полной программе. Немите учить. И в его номере поставишь технику. Макияжа поменьше. Макияжа поменьше. Макияжа поменьше. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, кто-то приехал к боссу из-за рубежа. По делам. Когда? Дня два. Не раньше. Совсем недавно. Говорят, из Австрии. Сырак. Они встречались? Этого не знаю. Знаю, что он остановился в президент-отеле. И еще знаю, что босс нервничает. Именно из-за него. Все. Бегу. Спасибо. За Австрия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ходите, не заперто. Здрасте. Я от Ландышева. Вы должны были знать. Я тут папку принесла. Она такая тяжелая. Я отдохну немножко. Тебя зачем прислали? Документы передать. Ну, если вам скучно... Ванна-то. А теперь... Ванна. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, умный... Вы же за границу приехали... Вы такой же, как все... Вы такой же, как все... Как все, как все... Продолжение следует... Как тебя зовут... Катерина... Некто Янов Максим Алексеевич... Прибыл из Вены... Дублер Нуреева? Думаю, да... Я так и ждал, что Мокрый Ландышева не оставят... Он поторопился нам помочь... Все одно к одному... Бывает и одно к другому... Паша... Я что получил, то в клювике и принес... Надо бы за Яновым приглядеть... Спору нет... Поручу хорошим людям... Президент отель... Номер 519... Слушай... Я... Хочу вызвать Ландышева на допрос... Поприжать его... Помотать мервы... Есть одно подозрение... Я взял в свое производство... Несколько дел... По грабежам на дорогах... И что? На машины, застрахованные Ландышевым... Нападений нет... А... Так надо потолковать с его клиентами... Только знаешь, Паш... Дай-ка, наконец, живьем на него взгляну... А ты подумай, кто бы мог... Поручиться за меня, Ландышева... А какая у вас охрана? Нормальная... Ребята с оружием? Ну... А какое оружие? Нормальное... Правильно... О-о-о... Здравствуй, Катерина! Привет! Привет! Ты сегодня на редкость пунктуальна? Катерина! Как тебе вчера... Наш гость? Не староват? А тебе б его старость! Что за фирма, я не знаю... Недавно зарегистрировали... В офшоре... От Мамедова про тебя звонили? Я знаю... Светочка! Соедини меня с Мамедовым! Когда мы были молодые... И чушь прекрасная, если... Институт, аспирантура... КВН и... Клиентура! Александр Георгиевич... Мамедов не отвечает! Ну так найди его... По мобильному... Эх, КВН, КВН, КВН... В час, когда уснули дети... В затемненном кабинете состоялся разговор... Начинал его майор... СМЕХ Продолжали адъютанты... Адъютанты и лейтенанты... Разрешите доложить... Первый встал... А мне как быть? Мне рассказывал на Медне... Пионер из школы средней... Мальчик Петя, мой сосед... Сын конструктора ракет... У него на сердце камень... Старший брат не сдал экзамен... Бросил школу... И жену... И вообще пошел ко дну... Он стиляга-тунеядец... Прощалыга-верхоглядец... Он умеет только спать... Пить коньяк и шпроты жрать... Александр Георгиевич... Мамедов на линии... Спасибо, Светочка... Здравствуй, Григорий, это я... Спасибо... Спасибо... Потрясающе... Здесь у меня человек от тебя... Да... Да... А ты его сам видел? С усами... Ладно... Ладно... Хоп, дорогой... Правильно... Что повезешь? Разный груз... Он разный... Конкретно... Разве это играет роль? Для тарифа играет... Бери по высшему... Только не лезь в наши ящики... Откуда? Куда? Из Ростова в Грозный... В окрестности... Но это будет уже тройной тариф? Без базара... Кто получатель? Сам повезу... Ну... А там на месте встретит, кто надо... Расчет налом... Эй... Разве я похож на Кидалов? Только ты мне лучших охранников дай... Конечно, конечно... Я должен познакомиться с условиями договора об охране. Не разглашается. Для клиентов? Для клиентов только после предоплаты. А в твоем случае 80%. Правильно. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь ветеринарная служба? Так сегодня же выходной день. Ну и все же. Ну, там пойдете на путь в вольеру с амурскими тиграми. Это вот так левее, да? Ага. А что с тигрицей? Не заболела? А вы ей что, родственница? В какой-то мере, да. А что вы делаете в зоопарке выходной день? Работаю. А что вы делаете сегодня вечером после работы? Работаю. Что же это за работа такая, после работы опять работа? Случайно не в милиции? Угадали. А, девушка, а хотите, я ваш портрет нарисую вот с тигром? Спасибо, не надо. А хотите, я нарисую ваш портрет в мундире и в погонах? И на тигре! Ну же! Даже ноги замерзли. Ноги, говорю, замерзли. Нет, нет, нет! Да. 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 Не ходишь. Слушаю. Сейчас подойду. Здорово, Авдеев! Что за спешка? Меня вызывают в МВД. Когда? Завтра утром в десять. Меня тоже. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Хотелось бы знать почему. Может быть, это из-за нашего с тобой спора? Давай согласуем. Наши действия. Ты почему у меня стал страховаться? Ну, надежные рекомендации. Защита груза. Кто познакомил? Сколько раз встречались? Ну, вот давай решим. Значит, ты пришел? По объявлению в газете. Виделись мы только при подписании договора. И все. И лишнего не болтай. По простоте своей душевной. Простота она, знаешь, хуже воровства. Но мои секреты маленькие. Ты вот давай за собой следи. Слушай, тебе этот народный заседатель, он кто? Мне он ни кум, ни сват, и мы не дружим с детства. Давай по-людски разведем края и замажем все мирно. И пора, пора, порадуемся на своем веку. И ты выплатишь страховку. Четверть. И скажи спасибо. Так не пойдет. Ну, хорошо. Стало быть, как третийский судья решит. Пойдем. Как же он на него надеется? Пока, пока, покачивая. Ты Катьку натаскал? Судья, бешепню. Мерси баку. Пал Палыч, оставляю тебе сообщение. Посмотрел я на бывшего доцента, ну, с ним придется повозиться. А вот насчет охраны грузов, это, по-моему, полная фикция. Ненавижу автоответчики, Паша. Пока. Ну, отдохнул? Активно. Огород, родители, дети. Пал Палыч, ну, сами знаете, натуральное хозяйство. Тебя Юрьев ввел в курс дела? В общем, в целом. Ну, ознакомься поподробнее. У нас времени в обрез. Ну, как всегда. Объясните, как таксист из Солнцева стал владельцем транспортной фирмы? Вы полагаете, я подставное лицо солнцевских братков? Я только спрашиваю. Когда таксопарки, как государственные предприятия, закрывались, я взял лицензию. Откупил у парка этаж. Потом купил 15 новеньких машин. Ну, и пошло-поехало. Откуда деньги? Я взял кредит. Здравствуйте. Не подпишу. Ну, как же так, Павел Павлович? Вот так. Ну, а что я скажу генералу? А он знает. Как хорошо, вернемся к деньгам. Кердит в наше время получить непросто. Пожалуйста, расскажу. Сразу после армии я катался таксистом. И несколько лет у меня был постоянный клиент. Сам машину не водил. У него вместо правой руки протез. У нас были очень хорошие отношения. Иногда даже выпивали вместе. Когда закрутилась перестройка, он стал директором коммерческого банка и предложил мне кредит на божеских условиях. Кстати, он же вовремя шопнул и помог прижить дефолт. Назовете вы ему? Назову, если потребуется. Ну, и как вам жилось в Европе? Где вы в основном обитали? Да всюду. Везде болтался. Хотелось свет повидать. Василий Канделак в своем репертуаре. Неплохо зарабатывали. Нет. Я в ихнюю жизнь не вписался. Нет. Бананово-лимонный Сингапур не для меня. Но опыт приобрел. Опыт рыночной экономики. Если бы вас туда посылали, вы бы нынче иначе работали. А я там был. На стажировке. По обмену. Да. А, кстати, что у вас за фамилия такая странная? Канделаки. На грека вы вроде не похожи. Я древний. Грек. Как судьба причудливо поворачивается. Уехал простой счетовод, а вернулся владелец страховой компании. Поделитесь, как добывали средства. Деньги получил от друзей. Ну, живут же еще на Руси такие люди. Живут, живут. Ну, и кто они? Приклады на сенечастный характер. Не могу оглашать. Еще бы он оглотил. Большие друзья, ограбленные ювелиры. А как он перевел деньги сюда? Через подставную фирму. Ее засекли? Да нет, Паша. Все документы числятся утерянными. Послушаем Юрьева. Да, у Ландышева страховка дороже. На сколько? На 40%. Курите? Нет, спасибо. Я с вашего позволения. Пожалуйста. И что же побудило вас сменить прежних страховщиков? Да ведь на дорогах беспредел. Вот вам, пожалуйста, ситуация. У меня шло пять фур. Вдруг на дорогу выкатывают горячий автобус. Машины тормозят. Известно, сбегают мужики в масках. Водители на обочину. Кто сопротивлялся, избили. Фуры угнали, перегрузили. Все, с концами. И тут вам предложили иной вид страховки. Нет, не предложили. Я прочитал в газете. Давайте разбираться. Сколько было нападавших, чем вооружены, какой был груз, где нашли пустые машины. Юрьев двинулся за деталями. Это надолго. Есть, знаете, некая зависимость между грабежами на шоссе и появлением у вас новых клиентов из числа пострадавших. То есть? То есть? Следя за моей мыслью, если я ошибусь, поправите. Доставщики грузов имеют неприятности, попадают к вам под крыло. Неприятности заканчиваются. Естественно. Мы же даем сопровождение. Но ни одной схватки разбойников с вашей охраной не было, верно? Ох, не накликайте. Вам-то это не грозит. Другие машины подвергаются нападениям, но с вашей страховкой проходят свободно. Такое ощущение, что грабежи-то выборочные, кто-то корректирует их. Ну, как вам мой вывод? Не очень. Грабители, конечно, наверное, могли внедрить куда-то своих людей, а потом уже по наводке грабить, когда безопасно. Вполне возможно. У вас ясная голова. А что вы скажете о случаях, когда грабители не брали груза, только портили его? Скрывали, ломали. Как будто вразумляли. Вразумляли. Иди, дурачок, страхуйся сопровождением. Ирония судьбы, да? И по иронии судьбы вы в полном выигрыше. Нет, нет, давайте запишем так. Логика жизни толкала ко мне людей. И вот этот вариант я тут же подпишу. Психует. Пойду подключусь. Давай, давай. Поговорим о пропавшем гражданине Нурееве. Ну, я же сказал, что я ничего не знаю. Вы-то сказали, да я не верю. У вас есть знакомые в зоопарке? Где? Вы слышали? У меня нет знакомых в зоопарке. Ни среди людей, ни среди зверей. А среди ветеринарных врачей? Я лечусь у терапевта. Зачем мне ветеринар? Сейчас объясню. Нуреев был убит. Вас-то не удивляет, верно? Но вначале в него выстрелили усыпляющей ампулой. Но при чем здесь я? Я чист, как ангел. Да. Павел Павлович, везти его в прокуратуру. Или вы сами? Дело вези, а объясняться я поеду. Хорошо. Андрей, привет. Здравствуйте. Ну? В смысле? Работаю. Понял. Саша Аландашев не знает подробностей убийства. Не знает, не знает. Не его люди убирали, Нуреева. Простое заказное убийство. Прекрасная мысль, с которой ты еще год будешь сидеть в Москве, в моем обществе. Угу. Мысль неплохая. Я ведь не могу даже заикнуться, дескать, здорово крысоученого. Он выйдет и растворится в воздухе. Опять ищи его по всему свету. Да, в жизни есть театр. И все мы в нем актеры. Паш, когда ты раскрутишь эти дорожные грабежи? Ой, трудно сказать. Явный рэкет, явный. Да, но я могу рассчитывать только на своих. Привлекать территориальные органы опасно. Почему? Возможно, смычка с криминалом. Ты немного отстал от нашей действительности. Ну ладно. Неужели все так худо? Если оглянуться на историю, бывало хуже. Ну, раз так обстоит дело, наш главный интерес – новый приезжий иностранец. Наружные наблюдения установлены. Сделано все, что можно. Но сведения, к сожалению, несколько огорчительные. Хомутова Любовь Николаевна осуждена на 8 лет за производство наркотиков и скончалась в заключении. Когда? В 93-м ноябре. То есть, отбыла примерно 4 года. Мне удалось переснять из дела ее фотографию на всякий случай. Это она? Мишенька плачет. Он беду чует, Олег Иванович. Если кто-нибудь загрызу зубки, загрызу своими зубами. Теперь о ее сыне. Теперь о сыне. Михаил Сергеевич Хомутов жив. После ареста матери его отправили в детский дом. Я надеюсь, вы знаете, он не совсем здоров психически. Да-да. Теперь он находится вот здесь. Такое вот веселое учреждение. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Мишенька Мишенька Ты что, забыл своё имя? Как тебя зовут? Мутов Ну вот, вот и правильно Мишенька Хомутов Мишенька А я дядя Олег Дядя? Помнишь, я к вам приезжал? Игрушки привозил Помнишь? Игрушки? Дядя Олег? Дядя Олег Дядя Олег Дядя Олег Приехал 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 Шомутов, на обед Я о нём позабочусь Порядок есть порядок Дядя Олег Ну, дядечка У вас бы к нам санитары Дядя Олег Приехал 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 Ну, как ты живёшь, мальчик? Хорошо. Дело в несчастном. Дело в несчастном. Что, обижают? Бираю. Кашу дай. Кашу дай. Кашу отберут? Бою. Ну, а... Маму свою помнишь? Ма? Хрущ? Мама хорошая. Малю. Мама Люба. Где? 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 Далеко, Мишенька, далеко. Приехала? Приехала? Нет, Мишенька, мама не приехала. Мама... Мама больше не приехала. Да нет. Мань... 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 Пойди, угости, ты хочешь? Пойди угости, ребят, конфетками. Пойди, Мальчик, пойди, пойди. Угости? Угости, угости, Мальчик. Угости. Угости, Мальчик. Угости, Мальчик. Да? Саша, куда пропал? Понятно. У меня тоже некоторые новости. Да нет, я домой собрался. Приезжай. Мать на даче, мы по-холостяцки. Какой сюрприз? Где? Так. Буду минут через двадцать. Ну, как тебе мой сюрприз? Отлично. А цены тоже с сюрпризом? Папа, мне я права угостить своего друга. Потом дай на Москву посмотреть, столько лет не ведем. Я признаться, тоже. Ну, и отлично. Прошу к столу. Так. Ну-с. Прошу вас поползать. Благодарю. Напиток для знатоков. Доза, Паша? Ну, мать считает полезной для здоровья дозу 50 грамм. Две дозы полезнее двое. Давай по 65. Окей. Ну, будь здоров. Будь здоров. Я немножко поставил интерпол на уши. И мы имеем небольшую кучку сведений о господине Янове. Ты прожуй. Янов питается в городе Вене. В собственном доме. Дом многоквартирный. Ну, он моде у богатых выходцев из России. И одно время среди жильцов был некто... Мокрый, Паша. Мокрый. Оценил? Да, они могут быть знакомы. Наверняка знакомы. Я думаю, что господин Янов прибыл к Ландышеву по просьбе мокрого. Он что? А он сюда официально приехал? Как представитель трех микробиологических фирм готовит контракт нашего института с японцами. Кто он вообще? Этот Янов. По происхождению, москвич, когда разрешили совместное предприятие, создал его с австрийским партнером. Ну, естественно, стал совладельцем и директором российского отделения. Я коротко, без подробностей, а то долго. Сделку они провели только одну. Хорошенькую сумму денег перекинули с российского счета на австрийский. Ну, якобы для закупки там чего-то там. Далее, когда денежки перевели, он следом сам рванул туда же. И вот там провернул уже обратную операцию. Совместное предприятие закрыли. Сделка, естественно, не состоялась. А господину Янову все денежки были возвращены на его личный счет в Вене. Мои новости тоже о Янове. Компьютеры говорят, не было такого человека в России. Проверили год и место рождения. Бывшую прописку. Все вымышленное. Неизвестно, откуда он материализовался в Вене. Алло, алло. Феликсик, Крушанский. У кого-нибудь? Нет никого. Арестовали всех. Дело рискует превратиться в висячку. Что о Янове? Почти 11 лет назад он учредил совместную фирму. Это вы все знаете. Павел Павлович, я нашел трех служащих. Они помнят Янова. Говорят, частенько приезжал в Черной Волге. Спрашивал, где жил. Не знают. С кем общался? Не знают. Ни телефона, ни номера машины. Ничего не знают. Фирмы просуществовало 9 месяцев. Все денежки уходили. Вовствие. Товар ни разу не закупался. Деньги ждали Янова. Янов снулся. Все. Ну, на большие моих способностей не хватило. Не богато. Танечка, у тебя что-то? Девочка, которая ходит к Янову. Она из офиса Ландышева. Роль девочки? То, что в газетах пишут. Досуг. А кроме досуга, работает она на Ландышева или против него? Может, он ведать, не ведает про этот досуг? Может, про него этот австрийский мокрый ведает? Танечка, это задание моему агенту. Павел Павлович, пока прямых контактов у Янова с Ландышева не замечено, но существует телефон. На прослушку прокурор санкций не дал. Обойдемся. Вы читали сводки наружного наблюдения? Что скажешь? Там есть интересные вещи. Там множество интересных вещей. Так, магазин, кино, магазин пропускаем. Контакты по микробиологии. Нас тоже не занимают. Юридическая консультация. Очень интересная. Ну, они ничего не скажут. К сожалению. Так, в церкви поставил три свечи за упокой. Знать бы кому. На кладбище провел долгое время у могилы Майковой Софья Андреевна. Чрезвычайно интересно, кто у Анаяновы. Не случайно же, а знакомый. Из этой могилы надо выкопить его прошлое. Предлагаю тебе, Александр Николаевич, вспомнить оперативную юность. Смотрим дальше. 28 минут стоял напротив некоего дома. Смотрел на окна четвертого или пятого этажа. Заметьте, какое тут примечание. Объект вспоминал что-то грустное. Для наружной службы необычное наблюдение. Что-то у него в этом месте ноет. Или вырос там, или жил кто-то любимый. Ну и что ты хочешь? Хочу знать, неизвестен ли он кому из жильцов. Хочу знать все, что произошло в этом доме до отъезда Янова из страны. Хотя бы за полгода. В идеале года за три. Мудрено. Тут я как раз полагаюсь на вас, Юрий Денисович. И, наконец, последнее. Психиатрический интернат. Правильно. Хочешь поехать ко мне домой? На таком же поезде, только на большом. Вот, но не сейчас, Мишенька. Сейчас надо немножко подождать. Надо, Мишенька, подождать. Ты жди, Мишенька. Тихо. Ой, зря вы это. Зря вы так. Они же здесь все по винтику разберут. Да еще и пораниться не дай бог. Ну, а вы возьмите и присмотрите. Чтобы они ничего по винтику не разобрали и не поранились. Вот сейчас прямо и начнем. А вы, если главврачу, так он в подсобке. У него в кабинете ремонт. Там что? Значит, говорите в Австрию. Боюсь, с этим будут затруднения. В России что, не хватает сумасшедших? Сумасшедших полно. Но, знаете, сместились понятия вменяемости. То, что раньше считалось бредом, теперь новое мышление. Вы не поверите, мой бывший больной выступает по телевизору и проповедует то, от чего его лечили. Я извел на него столько галлоперидола, а в результате телевещание. Может быть, помогло? А, значит, вы хотите взять его к себе. Зачем? К тому будет лучше. Давайте начистоту. У вас комплекс вины. Вы отец? Отец его был убит во время побега. Он был в заключении. Ну да. Боюсь, мне не разобраться в ваших мотивах. Я, конечно, напишу, что ему рекомендовано лечение за рубежом. КОНЕЦ Юрий Денисович, вот как раз наш участковый работает на этой территории. Вам поможет. Я Дин Павел Кузьмич. Юриев Юрий Денисович. Очень приятно. Ну, я побегу, дел много. А в чем, собственно, заключается моя помощь? Нет, пожалуй, не видел. Приметный я бы запомнил. А дом на моем участке, дом знаю. Вас что интересует? Люди. Люди, которые жили в этом доме, что с ним случалось? Широкий разговор. Ну, знаете, у меня скорый прием населения. Здорово. А если мы с вами пойдем потихоньку? Ну, самый знаменитый случай это с Волосеевичем. Он в белой горячке с верхнего этажа сиганул. Притык стоял домик двухэтажный. Так Волосеевич из своего окна прямиком влетел в печную трубу. Метра два проехал и застрял. Начал выть. А дело было ночью. Так жильцы поскакивали от страха. Думали, нечистая сила. В первой квартире раньше жил летчик. Его расстреляли по 37-му году. Жену тоже посадили. Осталось двое пацанят. В седьмой квартире кража была большая. Году в 87-м. Все, выжил. Про восьмую ничего не помню. А из девятой семья подалась в Израиль. Давайте вернемся к убийству девушки из 14-й квартиры. Вы как-то бегло вспомнили? Ну, потому что как раз в госпиталь угодил. Нарвался на одного дурака. Так что не очень в курсе. Жила там женщина молодая. Все тихо. И вдруг нашли задушину. Говорят, подушка. Так, 14-я. Никого. Так, а кто у нас там рядышком? А, Никифоров. Он на пенсии, этот дома. Да, Никифоров. Леонид Матвеевич, я, Дмитрий, дело есть. Так, слушаю. Впусти. Павел Кузьмич, у меня жена болеет. Сам знаешь. Но ты-то здоров. Ладно, сейчас спущусь. Моя любовь, не струйка дыма. Пытает вдруг все. Скажите, а как вы обычно входите? Как входим? Так и входим. Но вы прошли с улыбкой. Здорово. Вот. Это по факту убийство девушки из 14-го. Помнишь? Я из Министерства внутреннего. Рад вам помочь. Ну, у меня дела, извините, должен идти. Рад был познакомиться. Спасибо. Сам знаешь. Я ведь сам в органах служил. Кончил в охране Белого дома. Это еще до 93-го. Вот 2-го октября, да, 2-го, помню, спустился к нам Руслан Моранович. Говорит, Леонид. Простите. Давайте ближе к делу. А, да, понимаю, насчет убийства. Эта девушка, в скобках женщина, такая миловидная была. Кажется, Вероника по имени. Квартиру я снимал человек какой-то богатый. Приезжал на Волге, машина его ждала. Это он? Не знаю. Вы его видели? Видел. Ну, больше со стороны спины. Но ведь это для убийства не имеет значения. Убила-то ее подруга. Польстилась. Польстилась на драгоценности. Ну, которую Веронике дарил ее этот кавалер. Откуда такие сведения? Жена на суд ходила. Ну, любопытство человеческое. А кем ты на кладбище в Туле-то? Незаменимый человек. Могу памятник срубить. Могу оградку сварить. Могу грязь подправить. Все могу. Вот только могилу не рою. Чему? А, сама знаешь это. Не рою другому яму. Ну, а тетка-то что, не хочет? Да нет, она еще когда жива была, все меня уговаривала. Я говорю, тетечка, давай я тебя к себе возьму. Я тебе мимозу буду высаживать какую хочешь. Я тебе могилки эти самые оградки буду тратить. Знаешь, если захоронение не заброшенное, то срок значения не имеет. Я знаю, знаю. Ах, вообще-то это не справедливо. Полежал сам, дай другому полежать. Вот, здесь. Так, милок. Милок, она же ухоженная. Как же можно разорять-то? Эх. А где сестра теткина? Вот это вот. Ах, это? Так, я ее знаю. Старство небесное. Ну, вот я что говорю, хорошо быть, сестер вместе положить, сказать, в одну могилку, как говорится, плечом в плечо. Понял. Да вот это уже захоронение хозяина есть, сын. А ты раз с ним не знаком. А он разве здесь? Ну? Троеродный мой брат. У меня с собой, кажется, фотографии вот с собой. О, конечно. Ну, этот. Ха. А, этот. Да, знаю его. Ну. Да, заходит к нам. Не знаю, где он живет. Мне бы его найти, я бы его уговорил. Ну, в одну могилку, все-таки, последняя воля, а? А во что, адреса родственников не записывают, нет? А на что? Как на что? А здесь ЧП какое? Какое ЧП? Воскреснет, что ли? Пойдем в контору, посмотрим в негу регистрацию, а? Ну, пошли. А то, знаешь, хочется исполнить последнюю волю. Все, хорошая воля. Да ладно, ты не переживай. Ха. Я думаю, может. Мой. Моя. Продолжение следует... Теперь давайте познакомимся. Я из уголовного розыска. Да что это? Зачем это? Весь наш разговор объявляю секретно. Сейчас отберу у вас подписку о неразглашении. За что? Я ничего такого. Пожалуйста, обо мне никому не звука. Иначе уголовная ответственность. Ага. Вот, пожалуйста. Тут, пожалуйста. Извините, у нас ремонт, поэтому осторожнее поговорим на природе. Не знаю. Что с ремонт? Я из Энгир-коллегии. Это я вам позвонил. Наследство из-за рубежа. Да-да, я помню. А о ком же речь? О Хомутове. О Михаиле Хомутове. Ого. Десять лет о нем никто слова не спрашивал. И вдруг со всех сторон. Прям ажиотаж. А что, о нем кто-нибудь еще интересовался? Да. Один приезжий из Астре. Хочет взять себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже вымехали. А так вы что думаете, наследство большое? Довольны для ажиотажа. Дальний родственник из Чикаго. Отдал душу Богу. Владелец заводов, домов, пароходов. Помните, как у Великого? Да, невероятные истории. Невероятные, да. Бывает похлеще. Знаете, иногда по сорок лет от человека ни звука. И вдруг, пожалуйста, примет. Тетка дает наследство первому ребенку своей племяннице. Мы здесь годами этого ребенка разыскиваем. А парижский капитал обрастает процентами. И вдруг раз. Вот. Находим. И оказывается, племянница родила тройню. Ну, а кто из них первенец? А? Кто? Вот они до сих пор рисуются между собой. Так как зовут вашего австрийца? Иванов, не Иванов, ну, что-то похожее. А Визиткин тоже не оставил? Нет. Значит, охотится за наследство. Скажите, ну, а как он объяснял свое отношение к Хмутову? Знал прежде его родителей туманные причины. Скажите, а если он снова появится? Как? Не с ним? А вы не показывайте видов. И соберете для меня все документы, связанные с Хмутовым. Да? Слушаю. Добрый день. Рад вас слышать, господин Янов. Но ведь я послал вам документы. Ах, не все. Хорошо, я проверю. Всего доброго. Козел третейский навязался на мою голову. Катьку ко мне. Я тебя послал к этому козлу, чтобы он на лишнем перестал думать. А что я имею? Где результат? Я стараюсь. Больше старайся. Чаще старайся. Так отгулы надо отдавать. За это дело отгулы. Ну-ну. Будут тебя отгулы. Только ты уж нажми на него, нажми. Чтобы ему вредные мысли отшибло. И ты ему не понравилась. Ты че? Ты где к гонору-то набралась? Я же тебе, можно сказать, с обочины подобрал. Ты 17 августа помнишь? 98-го. Его все помнят. Вы помните, вы помните. И все, конечно, помните. Как я стоял, придвинувшись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате. Что-то резкое в лицо бросали мне. Ничего я вам не бросала. Ты стоял у сберкассы со своими никому не нужными фантиками. Приехал из своей занюханной провинции. Ты бы тут по рукам пошла. А я тебя на свою фирму взял. Так вот работай. Вот этот парень. Ну что? В целом смотрится? Как звать тебя, мальчик? Амбал. Это Кликуха. У тебя имя есть? Имя-то трудное. Ничего, я вам выговорю. Вениамин. Задача такая, Вениамин. Есть один человек. Он неправильно со мной права качает. Надо объяснить, что это он зря, по глупости. Сделаем. Ну, у нас, понимаешь, есть между собой конференциальный, секретный такой... Договор. Документ. Так вот, чтоб он его не вздумал, никому показывает. Сделаем. Ну, вот и умница. Адрес знаешь? Сделаю. Думаешь, потянет? Авдеев парень серьезный. Заодно и проверим. Я к Авдееву! Есть один человек, с которым ты неправильно права качаешь. Вот. Это Ландышев, что ли? Это ты напрасно делаешь. Понял? Наверное, по глупости. Замечательный разговор. Еще что-нибудь? Еще. Чтоб ты секретный документ никому не показывал. Вот. А то будут неприятности. Пошел. Дитя природы. Передай Ландышеву, чтоб сопли тебя утер. Босс прислал меня и документы. Сначала документы. Продолжение следует. Ай, поклевся. Макс, я его в первый день поставила, этот микрофон проклятый. Я ж не знала тогда, что, как у нас будет. Я думала, никак не будет. Но получилось. А снять сразу заметит. Меня сюда и послали, чтобы я этот микрофон поставила. Знаю, знаю. Не волнуйся. Знаешь? Ты все знал? И ничего не сказал? Почему ты такой? Добрый. Я не добрый, я умный. А что хочет вопрос? Не знаю. Макс, ты делаешь что-то опасное? Надеюсь, нет. Но имей в виду, что мой босс – страшная сволочь. Макс, а ты скоро уедешь? Да, нет. Возьми меня с собой. Верчина. Там, Катюша, мне так все просто. Но там ты. Ты совсем еще девочка. Тебя все нравится. Для тебя я даже не знала, что чего-то бывает. Ай, как везет человеку, а? Как везет. Ай, как везет. По рублю? По десять. Русланчик, а потянешь? Отвечаю. Пойдет. И еще. Тройка, семерка, туз. Так хочешь? Слушай, помолчи. Хорошо, хорошо. Дави. Басэ. Пошло. Ай, как нибудь. Е-е-е. Я бы предпочел умереть, чем не играть. Александр Сергеевич Пушкин. Цитата. Гурвит, инспекция? С кем я говорю? Это из МВТ, капитан Китаева. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Как-то учитывается расход усыпляющих ампул для животных? Для крупных? Значит, нет. Спасибо. Да-да. Прошу. Беда в том, Павел Павлович, что возле подъезда нет лавочки. Была бы лавочка, сидели бы пенсионерки и смотрели бы, кто к кому ходит. И сейчас не возникало бы проблем. А то я показываю фотографию Янова. Он говорит, ну что вы, тысячу лет прошло. И только одна сказала, кажется, он. И то кажется. А на суде его не видели? Я не спрашиваю. На похоронах? Не было похорон. Вероника, это убитая девушка, она из Воронежа, туда и увезли. Да, еще одна деталь, возможно, не случайная. Любовник Вероники, как и Янов, ездил на Черной Волне. Больше в доме ничего похожего? У меня только на это сердце екнуло. Так, ну а это злодейка-подруга. Фамилия Маргольна, отбыла срок. Сейчас работает в торговой конторе курьером. Вы уже успели поговорить? Нет, вызвано завтра на четыре. Да прошу-ка я сам. Не возражаешь? Возражаю, Павел Павлович. Дело Маргольной. Я сделал закладочки. Посмотрите, сообразите. Томину я вкратце доложил результат. Здесь гораздо более загорело, чем после уикенда. Кручусь. Школьная подруга, хозяйка салона красоты. Хиташи, гучуши. Простите. Волшебница. Она. А, в какой вы в школе язык учили? Китайский, не только в школе. Ну, правильно. Китайский язык очень органично. Переводите китайскую лирику. Нет, проза. А вы что, ко мне приглядываетесь? А как же? Простите. Томин. Бегу, Паша, бегу. Простите, Танечка. Я здесь, Паша. Ты, говорят, ухаживаешь за прекрасной Татьяной? Ходят слухи? Учти, она девушка с характером. Вы не пугайте, Палпал. Ладно. Чуши, чуши, чуши. Быстро прочти кассационную жалобу адвоката Марголиной и закладки. Ага. Знаменский. Слушай, не забудь. Ты обещал мне до конца дня справку по всему, что изъято на обысках. Знаю, что занят. Все заняты. Да, да. Входите. Здравствуйте, Анна Григорьевна. Проходите, присаживайтесь. Ну и что вы мне скажете? Я надеюсь, вы нам что-то скажете. Я все сказала десять лет назад. Зачем вызвали меня? По правилам следствия я не могу объяснить. Нас снова интересует окружение убитой. И я прошу вас помочь. Мне только не хватает помогать органам. Вы были ближайшей подругой, Вероника. Вы возьмите судебное дело. Там все сказано. Судебное дело я смотрел. По-моему, там не хватает многого нужного. Я бы на месте судьи направил на доследование. А чего вам не хватает в деле? Ну, к примеру, я бы поинтересовался, не давала ли Вероника повода к ревности. Или не вызывала ли в тот день сантехника или электрика. Не помните, она не жаловалась? Там телевизор барахлит, раковина подтекает. Нет, не жаловалась. Но это могло быть. Мой адвокат говорил то же самое. Да вы вокруг доплато не ходите. Вы нашли того, кто убил? Простите, дело прошлое. Вы свое отсидели. Разве не вы? Я чужое отсидела. Не я. Я всегда это говорила, только это никому не нужно было. Дескать, взялись по личному, и так все ясно. Значит, не нашли. К чему тогда наш разговор? Поверьте, этот разговор очень нужен нам и вам. С кем еще общалась Вероника? Раза три приезжала мать из Воронежа. Еще был любимый человек. Тот, кто ее содержал? Не была Вероника содержанкой. Он был фактически мужем. Знаете, таких еще поискать. Верю, верю. А как вы познакомились с Вероникой? Вместе поступали в институт. И провалились вместе. Она очень добрая была. Наивная немного, знаете. Чистая душа. Маялась иногда без дела. Все работать прорывалось. Я Олег не позволял. Вы сказали Олегу. Я ничего не сказала. Он? Нет. Постарел немного, верно? Мы не встречались. Теперь его зовут Максим Алексеевич Янов. Вероника его любила. Хотя, бороде этого я не буду впутывать. Потом я убедилась. Если приносишь людям зло, она обязательно к тебе возвращается. Я зареклась. А какое же зло вы принесли Веронике и Анне Григорьевне? Я виновата перед ней. Не тем, конечно, что хотела колечки ее внести. Это не я взяла. Нужда взяла. Болезнь моя. Я кололась тогда. А денег на дозу не было. Ну, наверное, где-то и деньги у нее лежали. Не могла же я рыться. Я виновата. Я втянула ее в наркотики. Сама тогда без копейки сидела. Вероника свободно могла покупать нам обеим. Может, она под кайфом была, когда все случилось. Почему она дала себя задушить? Я думаю, может, она не в себе была и тому не сопротивлялась. И сделай непонятным, как получилось, что вас задержали. Сколько времени вы пробыли в квартире? Минут 15. Не помню. Потом нагрянула милиция. Да, в деле сказано анонимный телефон и звонок об убийстве. Десять лет гадаю. Кто позвонил? Кто подставил меня? Ну, допустим, убийца. Значит, он знал, что вы придете к Веронике. Невозможно. Напротив. Только так и можно строить какую-то версию. Нет, я ей сейчас объясню. Никто не знал. Я поехала к ней вдруг. Позвонила, она не подошла. Но я все равно решила поехать. У меня ключи были свои. Я могла в любое время. Зайти, поесть или дома, когда напряг был. Стала отпирать, а дверь открыта. Когда я вошла, она уже была мертвая. Еще не совсем холодная. Я даже сразу не сообразила, что с ней. Когда поняла, как очумела. Вгребла с подзеркальника коробочки, села, стала реветь, и тут меня замели. По наркотикам Вероника поддерживала какие-то контакты? Все ушло через меня. У вашей подруги наверняка не было других мужчин? Абсолютно наверняка. А если предположить, что ее все-таки убил Олег? По какой-то неведомой причине. Зачем? Человека убивать самое дорогое. А чем занимался он, Олег? Не знаю. Вероника не рассказывала. Анна Григорьевна. Может, вы все-таки опознаете его. Так, ты веришь, что не убивала? Да. Пожалуй, как ни странно. Надо сесть и подумать на кислороде. Так, мать, я к тебе еду. Тут еще сыщик из Интерпол просит. Что купить? Так, так, так. Ясно, ясно, ясно. Шесть пунктов. Говорят, надо думать на пустой желудок. О, красота. Сереж, дай нам пару баллончиков, мать, воды просею. Да, как она работает? Да, сейчас статью куда-то пишут. Некоторые вопросы теории Бехтерева о психических эпидемиях, на материале финансовых пирамид. О, я по малограмотности не выговорю. Ну, давай, о деле. Я ничего не знаю о твоих кладбищенских похождениях. Ну, короткая повесть, Паш. В могиле, на которую ходит господин Янов, похоронена его мать. Он сам-то сказал, тамошней тетке. В книге регистрации записан, хоронил сын. Но записан сын, как Коваль Олег Иванович. Ну, дальше? Дальше я двинул в архив адресного бюро и проверил там этого сына. Получил сведения, где он был прописан. Там имел удовольствие найти старую домовую книгу. У меня есть отметка. Коваль работал на севере, имел брой на жилплощадь. Все, Паш, повесть окончена. И ты не копал дальше? Копал, копал. Но без толку. Дом снесли. Зельцов поместили в переселенческий фонд. И оттуда они все разъехали с разной квартиры. Вот тут след Коваль исчезает. Квартиры он не получал. Стало быть, Коваль Олег Иванович. Точно, Паш. О, мобильный бич нашего времени. Слушаю. То есть исповедь умирающего? Нет, не поеду. Во-первых, не верю, что он умирает. Это уже было. Во-вторых, в общем, знаю, что он скажет. Это не имеет доказательственной силы. Нет, в таких случаях приглашают священника, а не следователя. Ого! Всего доброго. Класс. Канделаки тоже раздобыл кое-что в психиатрическом интернате. Так. Янов, он же Коваль, посещает там некоего Хомутова. И даже очень хочет забрать его к себе. Фамилия тебе ничего не говорит? Нет. А Любовь Хомутова, у которой сын дурачок? Погоди, было дело о наркоторговле. И изготовлении наркотиков. Хомутова. Они ж тогда захватили пеньковую фабрику и вместо веревок гнали наркоту. Ну да. О, незабываемое дело. Меня ж тогда Мордвинов со своими мордятами собирался расстрелять. Помнишь? Сладкие воспоминания. Слушай, Янов Коваль. Неужели тот главарь не найден, а? Думаю, да. Мы знали, что он есть, но его никто не назвал. Только однажды в тюрьме перехватили записку от Хомутова. И показаний на Олега не давать. Помнишь? Точно, точно, на Олега. На Олега. Янов Коваль. Выходит, Янов это Коваль, а Коваль тот наркоделец. Иначе на кой шут ему сумасшедший Хомутов. Паша, да чего земля круглая, а? Ты помнишь, как мы тогда бились? А сейчас он сам к нам руки плывет. Это еще не все. Янов Коваль ходит грустить к дому Вероники. Подруга явно узнала фотографию и тоже называет его Олег. Олег. Если мы примем, что подруга не убивала, но что Веронику задушил кто-то свой, кому она питала полное доверие, если сопоставим, что Янов Коваль на следующий день после убийства уехал за границу, то опять встает вопрос, не он ли сотворил это злодейство, хотя, похоже, и любил. Что-то между ними произошло. Могу бить. Вспомни, как тогда расчищали рынок, как физически истребляли конкурентов. Это персонаж с такими клыками. Опа! Опа! Есть! Что-то ты сегодня не в форме. Есть информация, босс. Хочу и вам продать. Деньги занадыбились? Проигрался. Все собрал, всех обошел и не хватает. Сколько? 35 тысяч. Рублей. Баксов. Чего-чего? Ты соображаешь, какие нынче дела после дефолта? Любые условия, босс. Очень плохим ребятам проигрался. И чем же нынче торгуют за 35 тысяч? Кое-что про третейского судью. Да? А это нам подходит. Он падла совсем меня достал. Тоню, представь, это представь. Ну и что? Как? Грязь качественная? Мокруха за ним. Тише, тише. Давай отойдем. Откуда такие сведения? Я у него 10 лет назад шофером работал. Он тогда был Коваль Олег Иванович и имел крутой бизнес. Какой? Я сейчас уеду, а потом вернусь, ну и заберу его с собой. Вы, пожалуйста, подготовьте документы. Вот справка, что он нуждается в лечении за рубежом. Вот мой факс для связи. Значит, не усыновление? Опекунство. Ну, это, знаете, задача нестандартная. Все вопрос денег. Не надо. Максим Алексеевич. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго. Про мокруху давай. И без верителей. Ну, они в тот день на кладбище были. Там у Олега Ивановича мать похоронена. А после коверания их поехали домой. Вот я и еще один охранник. Мы стояли на улице внизу, ждали. Ну, через 40 приходит Олег Иванович странный какой-то. Он сам не свой, чуть ли не бегом нас отталкивает, садится в тачку и поезжает один. Я его никогда таким не видел. Он вообще человек железный. Не тяни, не тяни. Вот, ну, я поднялся к Веронике, узнать, вернется он или нет. Захожу, смотрю, дверь открыта. И я вошел, она там на кровати лежит, мертвая. Она очень на Катерину нашу смахивает. Да подожди ты с Катериной. Там что было? Дальше, дальше. Ну, тут я спустился и гляжу, подруга Вероникина идет. Ну, тут мне пришла в голову мысль ее вместо Олега Ивановича сдать. Позвонил 0-2, сказал, что в 14-й квартире убийство. Ее и взяли на месте преступления. Ну, куда ехать? А чего ж ты его выгораживал? Ну, он чисто как хозяин, хороший был, а его любили все. Хороший. Заслужен ее. Такой хороший. Я думаю, тут вот какая история. В тот день к нам в офис менты нагрянули. Всех повязали. Я думаю, это Вероника. Всех сдала. Олег Иванович узнал. Ну, и наказал. Хотя любил. Мы его любили. Он ее любил. Он ее любил. Шикарная история. Ну, ладно. Ну, ладно. Чего ж ты раньше-то молчал? Да так. Ну, про тебя после. Его, значит, тогда не нашли. Ну, скрылся. На суде его никто из наших не выдавал. Я вот один. А не потешит ли нам свои телеса? Что есть новенького в области разврата? Есть одно местечко, лунный массаж. Это как? Суть японская. Японская? Хоку. Да-да. Сейчас отворю. Я отозвался. На все стучат ворота в глубоком снегу. Жизнь есть игра. И сегодня ты сдал мне козыря. Выпьем за удачу. Так, значит, как к немцам относишься? Нормально. А Гитлеру? Чего к нему относиться? Его грохнули давно. Грохнули. Молодежь. Ничего не помнят. Идеи. Большие деньги на кону. Не понимаешь. Я его разорю. И фирму его поганую куплю за гроши. Вольно жилы для кусок. Он как был таксистом. Так таксистом и остался. Сумку и кве. Каждому свое. Лили Моррин. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ КОНЕЦ Назрела необходимость В чем дело? Назрела необходимость поговорить Мне доложили, что вы, многоуважаемый наш судья Опять требуете какие-то новые документы А то, видите ли, как я плачу страховку другим клиентам Да нет, просто хочу убедиться, что фирма работает, честно Хочу понять Контекст спора с Авдеевым Контекст спором? Какие слова нам доступны Контекст А еще есть конвенция Конвергенция и презумпция Однако перманентная денудация Хотя и стимулирует метод метрофизации биогеоциноза Однако цитрум не диффундирует Господин Ландышев Вы, по-моему, пьяны Ну, или несколько нездоровы Зачем вы пришли? Затем, чтобы ты рассудил в мою пользу И признал, что Авдеев не имеет права на страховку Если бы не просьба человека, которого я уважаю Я бы давно с вами распрощался Все эти проволочки, увертки Просто черпели мне Так это значит, я такой Нечестный Такой двуликий А не лучше ли, как говорится На себя к ума обратиться? Ты-то какой есть На самом деле Прошу вас о ней натыкать И какой же я? Ну, договаривайте, договаривайте А ты еще ничего не понял? Думаешь, я пришел к Янову Хрен-то Я разговариваю с ковалем Олега Ивановича Вот так-то вот И Олег Иванович сделает хендехох И будет судить, как явелю Конечно, отправляясь на родину Мистер Кваль Рассчитывал возможные встречи с кем-то из прошлого Понимаю, такие встречи весьма неприятные Но не фатальные Как говорится, не продается вдохновение Но можно рукопись продать Заговоримся Олег Иванович Я под любым именем Не люблю, когда мне хамят Я этого не разрешаю Ах, он не разрешает Он чистеньким хочет быть Все мы вокруг дерьмо А он один в белом Ну-ну Только вот интересно Когда ты ее подушкой душил Ты ее при этом трахал? Ну И какое же было у нее Имя В этой сказке? А с трех нот, думаю, угадаю Галина не Галина Марина не Марина А была она, пожалуй Вероника Красивая была девчонка На него си цветочка-то на могилку не снес Это все мои грехи А затем мокрухи, мама Ну, если что и было Десять лет тому назад Если, я сказал Велось следствие Виновники наказаны То, что было мокро Такое слово Думаете, что на меня наехали? Не могу ошибаетесь Как говорят в преступном мире Затыренное клеймом не лепишь Если по фене ботаешь Почеши ногу Суд проведу объективно И все документы страховые Мне представишь Сколько тебе надо времени? Дня два хватит Олег Иванович Максим Алексеевич Пошел вон Я воль Не знаю, кто там у них верховодит Но они подгребают транспортные фирмы под себя Синдикат, наверное, варганит Нет, ты каким образом? Разоряет и захватывает С дефолта все началось Сильному и дефолт не помеха Только это не для протокола Прихлопнут еще Павел Павел Павлович Можно? Спасибо Чай Я могу идти? Конечно С моих слов Было бы спорить Ну, это у Василий Раскрутит А вот у Юрьева Упрямый человек Вы сегодня скрытничаете Вот этот случай С затонувшим грузом Это внутренняя проблема Мы видим переговоры Не сегодня-завтра вопрос будет решен А почему Вы не хотите быть откровенными? Видите ли, Ландышев Какой он не есть Мой деловой партнер И что-либо о нем рассказывать Было бы совершенно неэтично Другими словами Вы в целом За правовое государство Но отстраняете закон При регулировании ваших деловых проблем Если я правильно понимаю Это вопрос о правовом государстве Для Вас несколько теоретических Здравствуйте, господа офицеры Я с этим сталкиваюсь каждый день Здравствуйте Прошу Кто там? Хозяева транспортных фирм Кто-то их постепенно съедает В этой игре Ландышев Со своим дорожным разбоем Не ферзь, но и не пешка Паша, Паша, Интерпол А следовательно, и мне Ландышев нужен Как подельщик мокрого По грабежам ювелиров Я с этим Ландышевым Загублю карьеру А ты шевелись Нечего крутиться Возле Татьяны Татьяна сам на привел По служебной надобности В порядке подготовка Допроса Янова Коваля Прошу Томин уговорил меня Немножко поработать Уговорил на Некую самодеятельность В номере Янова Были сняты отпечатки Его пальцев Негласно А как иначе, Павел Павлович Я аккуратненько Надо же обставиться Доказухой Дальше Вы помните По делу В Марголиной Об убийстве подруги В квартире Во множестве Были обнаружены Чужие отпечатки Я их сравнила С отпечатками В номере Вывод однозначный Тот, кто сейчас Себя называет Яновым Был постоянным Гостем убитой Неплохо Если станет Отрицать знакомство Но, вы знаете Я тут посидел Подумал Не так просто Он выдержал Десять лет А только потом Уже вернулся Рассчитывает В случае чего Его от нас Защитит Срок давности А разве давность На него распространяется? Вопрос непростой Смотрите Ни по наркотикам Ни по убийству Он в розыске Не состоял А стало быть Формально И от следствия Не скрывался Но он же не знает Наверняка Засвечен он В тех делах или нет Он же их не читал Через кого-то И завстри мог проверить Выйти на связь С адвокатами Задача разрешимая Можно вред, Славичко? Давай вред Вчера вечером Ландыш был у Янова В гостинице Сидел 25 минут Непонятно Про что базар был Но вышел Ландыш Злой как собака ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Капсулы, когда Нурееву убирали Что? Меня менты терзали Кто у тебя родной в зоопарке? Лучше без капсулы Ладно Все? Ну и спасибо Прости, что побеспокоил Будь здоров Досудился Козел Третьейский Фу ю лили мазаем Фу ю лили мазаем Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Я австрийский подданный Показания буду давать Только в присутствии Сотрудника консульства Но мы как раз расследуем Убийство австрийского гражданина Можем мы просто поговорить? Простите за любопытство А кто собственно убит? Вот Александр Нуреев Никогда не видел И фамилию не слышал А это вы видели? Кличка мокрый Ну Кличка я не знаю А он не знаком А в связи с чем? Он жил у меня год назад В доме, который мне принадлежит Вы с ним Общались перед приездом сюда? Прошу вас Благодарю Нет Я его давно не видел Можно осведомиться О цели вашего приезда? Наложивание деловых контактов Ваше впечатление о родине? Пестрые Извините Знаменский Нет Занят Позже Вы знаете в Москве человека По фамилии Ландышев? Ну Если мы просто беседуем Я тоже хочу осведомиться В чем суть вопроса? Мы предполагаем Что вы выполняете Некое поручение Мокрого В отношении Ландышева Я уже сказал Никаких поручений А что вас связывает С Ландышевым? Ну Небольшое Конфиденциальное дело Кстати Оно возникло Как раз По приезду В Россию Какого рода Дело? Конфиденциальное А общие знакомые У вас есть За границей Или тут? С Ландышевым? Да Нет А Екатерина Репина Она ведь работает У него в офисе Послушайте Это моя частная жизнь Я не вижу оснований Чтобы такое высокое министерство Интересовалось Кате Репиной Или даже мной Не скажите У высокого министерства Есть сведения Что вы не Янов И тогда ваш иностранный паспорт Фальшивый? В Австрии я получал паспорт Как Янов А кто вы в действительности? Естественно Янов Пока мне не докажут Что я ошибаюсь Разумная позиция А вас не интересует Откуда сомнений на ваш счет? Ну полагаю Вы все равно расскажете Расскажем? Конечно Вы посещаете могилу женщины Которую назвали своей матерью Однако она не мать Янова Не стыдно заниматься Подобными слежками? Есть немножко Да Она не мать Янова Чья же? Олега Ивановича Коваря Кстати вот Перед моим отъездом из Вены Он попросил меня съездить на кладбище Ну я назвался сыном для удобства дела Ну вы не просто съездили Вы там бываете то и дело Я люблю кладбищескую тишину Вы на коленях перед этой могилой Посторонний человек? Возможно что-то поправлял Была удобная поза Ох Олег Иванович Я не Олег Иванович А почему вы боитесь оказаться Ковалем? За ним крутые дела? Он производит порядочные впечатления Вижу Что вы делаете в психоневрологическом интернате? Это называется беседой Опять же По просьбе Коваля Я позаботился о сироте У Коваля какие-то моральные обязательства Перед Любовью Николаевной Хомутовой? Возможно Но если обязательства у Коваля Почему опеку над ее сыном Вы оформляете на себя? Просто я хотел прощупать почву Ну как это все Как это все делается? Да, Знаменский Нет, нет Это постановление я не подпишу Нет, нет Если только вы сумеете Отстранить меня от дела Все Мы говорили о Хомутовой Она была осуждена За участие в наркобизнесе Проявила редкую преданность шефу Который скрылся По-человечески понятно Что его наконец взяла совесть Думаете это тот Коваль Которого я встретил в Австрии? Когда смотрели в зеркало Кхе-кхе Саш А? Надо бы промочить горло Ну, пивом, конечно, австрийского поданного Не удивишь Почему же? У вас хорошее пиво Я его пробовал А? Зато баржоне Можно я закурю? Да, пожалуйста Мы заметили Уж извините Что вас привлекает еще одно место Дом на набережной Яузы Куда вы ходите И потом Долго перед ним стоите Тоже просьба Австрийского знакомого? Всегда любил Гулять по набережной А дом? Дом? Ну, ну, вы не поверите Коваль Было интересно Сохранился ли этот дом Но я не знаю, почему А я вам объясню Там жила Вероника Девушка, которую он любил И там же ее убили У вас Жестокая профессия Вы знаете, нет Наоборот Олег Иванович Я не Олег Иванович Да ладно вам Если Олег Иванович Коваль, который Не вы Был другом Убитой Вероники То как вы Объясните Что в ее квартире Найдены отпечатки Ваших пальцев Это Доказано? В номере отеля Сняли ваши отпечатки Они совпали с теми Вы запутались Пора признаться Что вы Коваль Даже если отпечатки Совпали Это не доказывает Что я Коваль Я вас спрошу Гипотетически Разве Янов Янов Не мог находиться Десять лет тому назад В квартире Где убили эту девочку Да Я был с ней знаком Бывал Сейчас люблю Вспоминать Это что, криминал? Да Вы упорно Защищаетесь Впору Любому адвокату Но Мы то с вами знаем Сейчас вы мне скажете Как у Достоевского Да вы же И убили Сейчас я вам скажу Кое-что другое Дело по наркотикам Тогда вел я Мы оба Вам не кажется Что нас свела судьба Олег Иванович? Я не Олег Иванович Да-да Я говорю о Ковале Как мы его тогда искали Как добивались от Сообщников Имя Адрес Приметы Я их помню Как сейчас Хмутова Феликс Крушанский Все промолчали Возможно Он для них Олицетворял Даже некое Нравственное начало Человек умный Волевой Прекрасный организатор Даже по-своему Справедливый И все-таки По Достоевскому Он И убил Поскольку Вам я вижу Интересно Открою секрет На чем Погорел его бизнес Смотрим Зелье У наркоманов Стало Стандартно Даже химический состав Идентичный Значит Один источник И массовое производство И вот выходим Мы на пеньковую Фабрику А уже к вечеру И на дачу Хмутовой И на контору Под вывеской Ксибс Все были на месте Все взяли Кроме главного Человека Почему? Потому что В тот день Он был в шоке В таких случаях Как правило Убийцы Спят по несколько Часов Выходит Убийство Спасло его От ареста Арест Напротив Мог спасти его От убийства Ирония судьбы Но за что Коваль Убил Любимую девушку? Вам не хочется Рассказать? Ладно Попробую я Коваль Занимался Наркоторговлей Но терпеть Не мог Наркоманов Он лучше других Знал Что это погибшие люди А Вероника Кололась У меня тут Есть запись Протокола Осмотра С места убийства Включим? А Прошу По словам Подруги Вероника Принимала Таблетки А колодца Стала Незадолго До смерти Представим себе Что испытал Коваль Узнав Что Вероника Наркоманка Для него Это было Потрясение Мне кажется Он убил В состоянии Аффекта А попросту От отчаяния У наркодельца Любимую женщину Отняла Наркота Разве Это не судьба Вы были знакомы С ее подругой Аней Марголиной Она без вины Отбыла Восемь лет Лагерей Она Приохотила Веронику К этой гадости Она ее Погубила Могу я это считать Признанием Вашей вины Перед многими людьми Никаких признаний Ну что ж Бог вам судья Но вы играете С судьбой А у вашей судьбы Что Тяжелую поступь Давайте пропуск Пропуск Продолжение следует... Комутов Мишенька Обедать Нет Дядя Сди 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 Ту-ту Ту-ту Омой Сди КОНЕЦ Иван Иваныч, оставляю вам сообщение. Тот иностранец оказался третейский судья. Будет разбирать спор босса с Авдеевым. Это наш клиент. Авдеев собирается убить его, иностранца. Босс говорил кому-то, я сама слышала. Шпарит прямым текстом, никакой тебе конспирации. Дало быть, выбора не было. Тут другой вопрос. Третейских судей не убивают. Потом Авдеев на это не способен. Совсем другого склада человек. Вот если сам Ландышев... Томин? Не трогайте, я сам. Любопытные дела. В гостиницу пришло письмо на имя Нуреева. Отправитель сам же Нуреев. А на конверте надпись. В случае моей смерти вскрыть. Я пошел. Тихо, 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 тихо. Тихо, серьезный разговор. Я все утро звонил. Олега Ивановича нет. Надо его срочно найти. Какого Олега Ивановича? Янова. Янов. Ты его знаешь как Янова. Надо ему передать, что его загазали. Ну, хотят убить. Поняла? Кто? Неважно. И передай. Руслан предупредил. Я его знал раньше, давно. Он вспомнит. Что случилось? Катя! Вот его номер. Вообще-то он у нас аккуратно постоялит. Спасибо. Вы свободны. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паша, поздравь. Карьера спасена. В письме Нуриева в двух словах сказано следующее. Он едет на встречу с Ландышевым, но опасается, что тот его уберет. Поэтому подробно сообщает о всех грабежах в Австрии. Так что милиция с Ландышевым разобралась, если что. Потому что Ландышеву конец. Паш, ну, судя по штемпелю, заказное письмо шло восемь дней. Что это за почта, а? Где Макс? Вы, видимо, Катя. Субтитры сделал DimaTorzok. Катя. Катенька. Ну, адастик. Где он? Хотел бы, я тоже знаю. Ну, Катюш, ну, пожалуйста. Кто вы? Друг, друг. Кто? Друг. Катечка. Я друг. Адастик. Ну, вот и нравится. Ну, вот и хорошо. Чуть-чуть-чуть. Катенька, здесь ничего нельзя трогать. Пожалуйста. Ну, что? Что, что? Я ему с утра звоню, у него телефон не отвечает. Еще мне сказали, что его хотят убить. Кто сказал? Руслан, начальник охраны. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Андрей. Где? Ну, скажи ребятам, что на него возможно покушение. Ну, пошли под могу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА